МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. В страшном ДТП в Пензенской области погибли 10 жителей Чуваши. Почему республика переместилась на 42-е место? Ответ дал премьер-министр. Размер материнского капитала увеличился. Куда его можно потратить? В начале выпуска о страшном ДТП в Пензенской области, в котором погибли 10 жителей Чуваши. Переполненный микроавтобус, перевозивший 18 рабочих из Сочи на родину, врезался во встречный грузовик. Подробности у Татьяны Трофимовой. ДТП произошло 14 мая около 8 часов утра на трассе Пенза-Тамбов в районе села Константиновка. По предварительным данным, виновник аварии – водитель микроавтобуса, который заснул за рулем, выехал на встречную полосу, столкнулся с многотонной фурой и зацепил иномарку. В столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек, в том числе и водитель «Фольксваген». Жертвы аварии ехали с Олимпийской стройки из Сочи домой в Чувашию. Все они из Урмарского района. Еще 10 человек, включая водители фуры и легковой автомашины, госпитализированы. Все погибшие, по предварительным данным, жители Чувашской республики. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, медики, психологи, сотрудники полиции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и устанавливают обстоятельства аварии. В настоящее время из 9 пострадавших семеро госпитализированы в больнице скорой помощи города Пензы. Все они находятся в тяжелом состоянии. В Чувашии открыта горячая линия для родственников погибших и пострадавших. Номер телефона – 3999-99. Из поселка Урмара в Пензу будет организован выезд родственников погибших в сопровождении психологов для опознания тел и их транспортировки. Татьяна Трофимова, Республика. Свои соболезнения родственникам погибших в ДТП в Пензенской области. Кабинету министров Чувашии поручено рассмотреть вопрос об оказании необходимой помощи пострадавшим и их семьям. К другим новостям. Сегодня председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин встретился с представителями ряда СМИ. Обсуждали самые разные темы, в том числе рейтинг эффективности региональных властей. Соответствующий перечень подготовил Минрегион. Работу власти на местах начали оценивать с 2008 года. Чувашия неоднократно входила в первую десятку рейтинга. Получала за это гранты. Деньги направляла на социальные статьи, напомнил Иван Маторин. Но по последней оценке регион стал 42-м. С этого года изменилась оценка региональной власти. Появился новый порядок, что сказалось на рейтинге. В предыдущей методике было свыше 330 показателей. Свежие 12-14. Среди них объем инвестиций, самочувствие малого и среднего бизнеса, объем налоговых и неналоговых доходов в бюджете, продолжительность жизни, безработица, реальные денежные доходы населения. В передовиках оказались Ямало-Ненецкие и Хантамансийские автономные округи, Татарстан, города Москва, Санкт-Петербург. По мнению Ивана Маторин, большое преимущество получили именно субъекты с хорошей налогооблагаемой базой и инвестиционным потенциалом. Не секрет, что большинство инвестиций в стране сосредоточено в сырьевом комплексе и в крупных городах, где регистрируются компании. Если в предыдущей оценке, которая велась в течение пяти лет, акцент делался на эффективность бюджетных расходов, и здесь республика традиционно демонстрировала хорошие показатели. У нас отсутствовали неэффективные расходы в госуправлении, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Высокие места мы занимали в здравоохранении. Традиционно были в середине по образованию, но с хорошей динамикой положительной по годам. И, соответственно, давала при общей комплексной оценке нам неплохие показатели. Сегодня больше оцениваются общие относительные показатели и темпы. Если посмотреть оценку, то в ней большое место занимает именно оценка темпов достигнутых показателей. Я вот, как сказал, уже выше. По темпам регионы, где, в общем-то, показатель по своему уровню довольно высокий, соответственно, положительные темпы сохранять в динамике тяжело. И мы вот и в восьмом, и девятом году по темпам были не на первом месте. И, соответственно, были определенные упущения именно в темповой оценке. Именно для малых регионов эффективность бюджетных расходов имеет важное значение, отметил Эмон Моторин. Чуваши готовят свои предложения по этой методике и собираются направить их в федеральный центр. Возможно, будут корректировки в новом порядке. Психологически воспринимать 42-е место, конечно, тяжело. После такого длительного пребывания в десятке, признался главарь республиканского правительства. Но в целом, на фоне других регионов, Чуваши выглядят середняком. Можно долго пенять там, что было плохо и что хорошо. Но вот методика оценки есть, она утверждена. И нам нужно работать уже в рамках действующих нормативных документов и действующих показателей. Я всегда перевожу на субъект. Мы же оцениваем муниципалитеты. И часто муниципалитеты недовольны той оценкой, которую выставляет им регион. Постоянные споры. Давайте внесем изменения в этот показатель. Веса изменим. И зачастую, по моей практике, я был министром экономики, мы шли на поводу у членов комиссии, отраслевых министерств. Вводили дополнительные показатели. Меняли весовое значение. Но в конечном счете никогда, я подчеркиваю, никогда не могли удовлетворить все запросы, которые имеются вокруг нас. Потенциал у региона есть. Возможно подтянуться по доходам, в частности налогам, привлекать новых предпринимателей, реализовывать новые проекты, развивать малый и средний бизнес. Ольга Григорьева, Евгений Анитимов, Республика. Посевная в Республике на финише. Сегодня министр сельского хозяйства Сергей Павлов выехал в Ядринский и Аликовский районы. Вместе с ним туда отправилась и наша съемочная группа. О том, как идут весенние работы, рассказывает Дмитрий Ковалев. Здравствуй, Галя. Вместе с министром сельского хозяйства мы побывали в двух районах, которые завершают посевную. В Аликовском районе засеяно 80%, в Ядринском более 70%. Цифры меняются каждый день. В отличие от южных территорий, аграриям северной части пришлось выйти на работы позже. Чтобы не упускать время и поспеть в сроки, в некоторых хозяйствах зерна сажают в едва высохшую почву. На счету каждый день. Вчера влажный был, мы все равно сеяли его. Сейчас в этот участок завершается, вот эти пара гектаров, это два агрегата крутятся на соседнем поле. Там тоже сыроватый, но мы будем все равно сеять будем. В принципе, можно сеять. Всего в Чувашии будет засеяно 207 тысяч гектаров, а это на 20 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Убрать планируют 500 тысяч тонн зерна и 900 тысяч тонн картофеля. Оправдаются эти планы или нет, покажет время. Настрой у агрария в боевой. В каждом районе планируется брать большой урожай. По уборке, если в прошлом году у нас было почти 20 тысяч тонн, я думаю, в районе до 25 тысяч мы по этому году наберем. Пшеница, ячмень и на площади 730 гектаров картофель посадим. Посевная вышла на финишную прямую. Если не будет обильных осадков, то завершить работы возможно и за неделю. Призеры в этом соревновании уже определились. В Комсомольском, Шумуршинском и Яльчиковском районах поля засеяны полностью. В аутсайдерах – шумерлинцы. Работ в этом муниципалитете – непочатый край. Пока там посеяно лишь 30% зерновых и зернобобовых культур. И только на погоду его руководителям пенять не стоит, отметил Сергей Павлов. Предлагаю послушать его комментарии. Если осенью не было никакой обработки и жнива до сих пор стоит, конечно, эти поля, дождаться, чтобы они поспели, еще долго нужно будет. Поэтому говорить, что погодные условия плохие, я считаю, что неправильно. Здесь нужно комплекс работы выполнять. И когда этот комплекс работы выполняется, все-таки в нашей зоне ранние посевы яровых и зерновых, они всегда дают больше урожая, чем поздние посевы. Ну, за исключением, может быть, некоторых лет. В Алатарском районе в этом году ставку решили сделать не только на зерновые культуры. Несколько тысяч гектаров там засеют и подсолнечником. Говоря о семенах, министр заметил, что ставка делается только на элитные сорта. Задача о том, чтобы улучшить качество семенного материала, у нас она стоит. И в программе развития сельскохозяйства 2008-2012 годы был такой показатель, как 15% посева зерновых и зернобобовых должно составлять элитные семена. На сегодняшний день мы этот показатель перевыполнили уже. И в этом году показывают, что приобретение элитных семян, оно увеличится, к уровню прошлого года. Где-то около 6 тысяч тонн только зерновых и зернобобовых культуры закупили элиты. И это, конечно, в конечном итоге должно повлиять и на урожай. Итак, официальная дата окончания сева зерновых назначена 15 мая. И только потом можно будет подводить окончательные итоги. Галина? Спасибо, Дмитрий. Напомню, что о весеннеполевых работах в Ядринском и Аликовском районах рассказывал мой коллега Дмитрий Ковалев. 43,5 тысячи семей в Чувашии получили сертификат на материнский капитал. Федеральный закон о господдержке семей, в которых родился или был усыновлен второй, либо последующий ребенок, действует уже 5 лет. За это время размер материнского капитала вырос в 250 тысяч рублей до 409 тысяч рублей. В Чувашской республике почти половина семей уже распорядилась средствами капитала. Принято 23 тысячи заявлений на сумму более чем 7 миллиардов рублей. Чаще всего материнский капитал направляют на улучшение жилищных условий. Более 18 тысяч семей использовали сертификат на погашение ипотечных кредитов. Еще 4 тысячи приобрели жилье, использовали средства на возведение или реконструкцию дома, направили капитал на долевое строительство, получили компенсацию за построенный, либо реконструированный дом. Материнский капитал на оплату обучения старших детей направили 411 семей. На оплату содержания ребенка в детском саду еще 109. В целом образовательным учреждениям перечислено 14 миллионов рублей. А вот на увеличение накопительной части трудовой пенсии матери заявлений в республике пока не поступало. Между тем, при выходе на пенсию в течение 10 лет можно получать средства мат-капитала в виде ежемесячной выплаты. На сегодня прибавка к пенсии составила бы 3408 рублей, плюс инвестиционный доход. Татьяна Молокова, Республика. В столичной администрации прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2012 год. Как и на что были потрачены муниципальные деньги, за счет чего пополнялась столичная казна, далее в репортаже. Бюджет города на протяжении нескольких лет дефицитный. Разрыв между доходами и расходами после уточнения бюджета в прошлом году составил почти 489 миллионов рублей. После уточнения, с учетом сумм полученных состоящего бюджета, уточненный бюджет составил по доходам в сумме 5 миллиардов 604,9 миллионов рублей. И по расходам в сумме 6 миллиардов 0,93 и 0,8 миллионов рублей. Бюджет города Чебоксара по доходам за 2012 год исполнен в сумме 5 миллиардов 397,2 миллионов рублей. Собственные доходы бюджета города Чебоксара составили в сумме 3 миллиарда 564,9 миллионов рублей, или 102,1 процента по уточненным годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом, собственные доходы бюджета увеличились на 2,1 процента, или на 72,5 миллионов рублей. Городской бюджет в целом имел социальную направленность. Расходы на ЖКХ, образование, культуру основные. Также национальная экономика и обслуживание государственного и муниципального долга. Говоря о конкретных цифрах, на все эти статьи направили более 5 миллиардов рублей. Но муниципальный долг все же увеличился. Объем муниципального долга города Чебоксара в состоянии на 1 января 2013 года составил в сумме 1 миллиард 366,7 миллионов рублей, или 44,2 процента от общего объема доходов бюджета города Чебоксара. Танифата Агирова, Андрей Спиридонов, Республика. Национальная телерадиокомпания Чуваши продолжает проект «Родные лица Великой Победы». Для воевавших война никогда не кончается, так сказал один известный писатель. В памяти ветеранов по-прежнему оживают военные события. Продолжит Татьяна Филатова. Как быстро летит время. Уже позади 68-я годовщина Великой Победы над фашизмом. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто тогда защищал нашу Родину от врага. Одна из историй о ветеране Великой Отечественной войны, живой легенде Александре Иванове. Когда началась война, Александру уже исполнилось 18 лет. Но на фронт он попал не сразу. Работал бригадиром на строительстве оборонительных сооружений от «АллатРа» до «Волги». В январе 1942 года был призван в армию. Окончил артиллерийское училище и попал на Сталинградский, а затем и на Центральный фронт. Боевые действия начал в качестве командира огневого взвода. Ветеран вспоминает, как получил приказ задержать немецкие танки на поступах к Белоруссии. Это был один из самых тяжелых и страшных боев. И вот когда мы вышли в пространство между Жлобином и Каленковичем, вот там немцы пошли контрнаступлением большими танковыми силами, танковыми дивизиями. И вот наша дивизия должна была остановить это наступление. И смотрим, с той стороны, километров трех, появились на дороге, на шоссе немецкие танки. Один танк, два танка, три танка, смотрим, еще, 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 40 танков. Одна из дивизий открыла огонь раньше времени. Немцы поняли, где их ждут и свернули с дороги. Но отступать они не собирались и совсем скоро пошли в наступление. Взвод Александра Иванова не был раскрыт, и немцы, сами того не подозревая, попали в ловушку. Но силы были неравны. А потом они, значит, двигались вперед, и огонь, очень сильный огонь открыли по нашим позициям. Обе пушки наши были подбиты, уничтожены. Мы побежали назад на опушку леса, а там, с левой стороны, стояли наши две другие пушки к ним. Ну, что делать-то? Пуха-то никакого нету. Вот. Мы ничего не сможем делать. Мы задержали колонну. Это отступление спасло жизнь многим солдатам. Оставшиеся дивизии были полностью разбиты. Дивизия Александра Иванова тоже понесла большие потери. Ее направили в тыл для пополнения новыми силами. Но впереди ее ожидало новое испытание. Дивизию направили на Украину, и молодые бойцы попали в окружение. Можно сказать, дивизия, новая, сформированная дивизия, полностью была разбита немцами снова. Полностью была уничтожена, и вся техника была уничтожена немцами. Александр Иванович все время чувствовал, что на войне его кто-то оберегает. Каждую минуту он мог погибнуть. Он был трижды ранен, но сама судьба каждый раз спасала его от смерти. Он дошел до Берлина, видел, как немцы были растеряны и бежали. Разгромили, расшеяли, уничтожили. И потом, считай, около 200 человек убитых немцев там нашли. Около 200 человек в плен сдались, в основном раненые. И офицеры, и генералы там были. После окончания войны Александр Иванов работал учителем математики. Встретил будущую жену. Вместе они прожили 65 лет. Воспитали двух сыновей и по сей день счастливы вместе. О войне у ветерана осталось много свидетельств. Порой он открывает свой старый альбом, и на фотографиях снова оживают его товарищи. Полные надежды вернуться домой живыми. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. В Центральной России температура почти на 10 градусов превышает климатическую норму. Что ждет жителей Чувашии нашему телеканалу, рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Марина Китарьева. Именно такая жара нас не ожидает. Чуть-чуть прохладнее, буквально на пару градусов. Это все связано с выходом тропического антициклона. В основном его масса идет на Москву, а мы как бы на периферии, поэтому от жары у нас такой не будет. Но все-таки же у нас будут по летнему теплые ночи. Температура воздуха в ночные часы будет плюс 12, плюс 17 градусов по республике. А днем мы ждем плюс 23, плюс 28. Ну и так как уже все-таки же лето началось, так скажем, и испарение с почвы идет, интенсивно образуется облачность, то, конечно, местами большая вероятность именно ливневых кратковременных грозовых дождей. И как сопровождение грозы усиление ветра. То есть ветер ожидается такой порывистый. Но вот такая погода, она сохранится только до субботы. В субботу уже начнется постепенное понижение температуры. И в воскресенье 19 ночью уже только плюс 2, плюс 7. На почве даже местами возможны заморозки 0, минус 2. Это пока предварительные расчеты показывают. Ну а днем столбик термометра не будет подниматься выше 15, ну максимум 17 градусов. Напомню, что о погоде в середине мая нам рассказал начальник отдела гидрометеообеспечения Марина Китарьева. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова